Приветствую всех на канале Sax Instructor. Сегодня у нас очередная, уже пятая по счету, виниловая суббота. Мы послушаем одну из моих пластинок. Это сольный альбом Сони Роллинза The Solo Album. Немного расскажу о самом музыканте. Это один из моих любимых тенор-скософонистов. Это настоящий мастодон джаза. Он до сих пор жив. Ему уже 93 года. Он родился в 30-м году прошлого века. Он застал всех легенд джаза. Играл с ними. И сейчас это, наверное, один из таких динозавров живущих. Он уже несколько лет не выступает. Не записывает альбомы. Ну, это очевидно в силу возраста. Но, тем не менее, он очень плодовитый музыкант. Записал огромное количество пластинок. Участвовал как сессионный музыкант. И первая его запись относится к началу 50-х годов. Буквально с первых лет он играл с легендарными джазовыми музыкантами. С Майлсом Дэвисом, Монорджа с квартетом. Потом начал сольную карьеру. Его творчество я условно разделяю на два этапа. Классический джазовый период и такой период карибской музыки. Более веселой музыки карибского бассейна. Первый его этап прошел, как я уже сказал, в окружении легенд джаза. Он очень узнаваем по звуку. Буквально с первых нот слышно, что это звучит Сони Роллинз. Неважно, о ком и штуке он играет. У него такой очень густой, мягкий тембр. Что меня особенно привлекает в творчество Сони Роллинза, это потрясающий музыкальный юмор. Если вспомнить его коллегу Джона Калтрейна, который был очень веселым, добродушным музыкантом, но в музыке я этого не замечаю. Он очень серьезно подходит к музицированию, играет свои хитросплетения музыкальные, с таким ощущением серьезной музыки. А Сони Роллинз все время добавляет в своих соло какие-то смешные фразы, забавные звуки, детские песенки и так далее. Юмор пронизывает всю его музыку, при этом чувствуется легкость гениального музыканта. Он делает это не натужно, а совершенно легко, как ребенок играет в кубики. Начинать знакомство с его творчеством лучше всего с альбома «Саксофон Колоссус» 1956 года, или с альбома «The Bridge», который он записал после трехлетнего перерыва, когда он на пике своей славы, когда он уже был тенор-саксофонистом номер один, ну, наверное, вместе с Калтрейном. Он уходит с нью-йоркской сцены и где-то пропадает. Путешествует, говорят, что он играет под мостом, слышали звуки его тенор-саксофона по ночам, и после этого он триумфально возвращается с альбомом «The Bridge», «Мост», намекая как раз на эту легенду об игре под мостом, которую он записал с гитаристом Джимом Холлом. Это действительно очень классная авторская музыка, видна разработка новых идей, и, наверное, у меня это один из его любимых альбомов. После этого он переживает некоторую музыкальную трансформацию, меняет мундштук на гораздо более открытый. Берг Ларсен играет такую веселую карибскую музыку, и звук меняется в сторону более открытого, яркого, немножко зудящего и с очень открытым вибрато. Такой даже немножко козлетон. На мой вкус чуть-чуть перебор, но есть любители Sony Rollins именно этого периода. Во всяком случае, этот звук очень хорошо узнается, мы всегда можем понять, что это играет именно Sony Rollins. Смотри, прямо в глаз ведь это. И вот этот альбом, это, пожалуй, один из самых авангардных альбомов у Sony Rollins. Он записан в 1985 году в Нью-Йорке, в саду скульптур галереи современного искусства. Здесь всего два трека. Первый трек на первой стороне называется Solo Scope, и второй трек называется тоже Solo Scope. Это некий музыкальный перформанс, на котором можно исследовать, отсюда слово scope, исследовать основы музыкальной импровизации, конкретно Sony Rollins. Он разрабатывает музыкальные идеи. Это то, чем занимаются все джазовые музыканты, когда разыгрываются перед концертом или во время домашних занятий. Они играют музыкальные фразы, арпеджио, кусочки гам, подбирают знакомые мелодии, пытаются как-то оригинально начать фразу, завершить, придумать какие-то свои фишечки. И именно это мы и наблюдаем на этом альбоме. Не относитесь к этому, как к классической джазовой записи. Это просто такое подглядывание в замочную скважину за творчеством, разработкой музыкальных идей великого музыканта. В описании к этому видео будут две ссылки. Первая для прослушивания всего альбома на Boosty, а вторая ссылка для патронов канала на скачивание треков с этого альбома в формате mp3 и wav. Спасибо за внимание и приятного прослушивания. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»